Пожар. Узнаем основные правила пожарной безопасности. Научимся вызывать пожарных по телефону. Вспомни, от чего может возникнуть пожар? Какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы не было пожара? Однажды Серёжа и папа возвращались из кино домой. Проходя мимо школы, они увидели в соседнем доме дым и огонь. Пожар. Папа хотел по мобильному телефону вызвать пожарных, но тут послышался вой сирены, и из-за угла появилась пожарная машина. Видно, кто-то её уже вызвал. Пожарные долго боролись с огнём. Ох, и страшно было. А на следующий день в класс, где учился Серёжа, пришёл пожарный. Он рассказал ребятам о том, что случилось вчера. Пожар. Пожар возник из-за того, что кто-то из жильцов оставил без присмотра горящую газовую плиту, а рядом с ней висело полотенце, которое и вспыхнуло. К счастью, никто из людей не погиб, а ведь и это могло случиться. Пожарный раздал всем ребятам вот такую памятку. Чтобы не было пожара. Никогда и нигде не играйте со спичками-зажигалками. Самостоятельно не зажигайте газовую плиту, а в сельском доме не пытайтесь растапливать печь. Не оставляйте без присмотра включённые утюг и чайник. Не играйте с бензином, керосином и другими жидкостями, которые могут вспыхнуть. Не разжигайте костёр без взрослых. А если пожар всё-таки возник, спросили ребята. Как только огонь вспыхнул, зовите взрослых. Они могут погасить его, набросив на пламя одеяло. Могут залить водой или засыпать песком. Если пламя не удалось, сразу погасить, погасить. Вы бегайте на улицу. Пожарных вызывают по телефону. 101 или по единому номеру телефона экстренной службы. 112. Иногда ребята ради развлечения звонят по этим телефонам, хотя пожара нет. Этого делать нельзя. Вы отвлечёте работников пожарной охраны, а в это время где-то может по-настоящему потребоваться их помощь. Подумайте, расскажите, для чего нужны предметы, изображённые на этих фотографиях. В книге «Великан на поляне» прочитайте рассказ «Горит костёр» и обсудите его. Найдите в интернете информацию о работе пожарных. Подготовьте сообщение. Огромная опасность представляет пожар. Чтобы он не возник, нужно выполнять определённые правила. В случае пожара необходимо звонить по телефону 101 или по единому номеру телефона экстренной помощи 112.